Хоба! Всем здарова! С вами, как всегда, ваш дорогой браток, и мы с тобою, наконец-то, продолжаем играть в это полиция. Приятного тебе просмотра, братишка, приятного аппетита, и, наконец-то, спустя две недели... Так, мы с тобой продолжаем. День 78-й, понедель... Ой, понедельник, трудный день! Как же, я просто ненавижу понедельники, пацаны, я просто ненавижу. Если честно, я даже воскресенье не очень-то люблю, потому что вот первая половина дня, она шикарная. Но потом ты уже начинаешь соображать, начинаешь думать, ну ё-моё, завтра идти там в школу, на учёбу, в универ... У меня всегда так, кстати, было, и в школу, и в универ... Ну, работа, слава богу, работа, я нифига не работаю, всегда безработный, но записываю ролики хотя бы. Цепь прочна настолько, насколько прочна её само слабое звено. Вы слабое звено! Прикольно, кстати, шоу было. Ребята, на самом деле, спустя две недели я заряжен позитивом, то есть я готов творить, я готов, блин... Айрон не пришёл на работу сегодня. Молодец, старикан, ну шо он там может? Ну, поди-ка там какие-нибудь... Вот это вот устраивает. Мне нужно отлучиться в автосервис, отпустите. Горден, вот ты знаешь, ты молодец, конечно. Да, уходи. Рот. Ну, а чё сгорел мой... Ну, нифига себе рот, ну ты красавчик. Реки него ещё повысить. Красавчик, за это мы тебя... Ну, на самом деле, жалко, жалко, представляешь? А действительно, такое случается. Ты как бы думаешь, что ты защищён от всего, но на деле нифига, Андерсон. Так, давай сонга. Сонги! Да, ребята, ну и начинаем день с шикарной музыки, такой, знаешь, заряженный позитивом. Так, сейчас я микрофон... О, пошёл. Оплачено, штукачим. 500 баксов, ваша доля. Забрать всё себе. Я своим подчинённым даю там, ну, если две тысячи, три тысячи. На самом деле, я всегда, всегда отдавал своим... Как бы... Как вас там? Блин, ну как вы вас там... Как вас там работники, полицейские... Своим подчинённым? О, подчинённым, точно. Только Витя уже забыл. Короче, у нас осталось ещё чуть-чуть. Давай посмотрим детальки. Вымогательство. О, тут у нас прям целый суповой набор. Итак, друзья. Мартин Сэнд, лейтенант мафии Сэндов, руководит сетью букмекеров. И обожает лично взыскать долги с особо крупных должников. Хотя неоднократно получал указания от боссов. Семьи лично не лазит. Какие дела. Так. Транспорт. Презирает автомобили и всюду передвигается на своей любимой гнёдой лошадке по кличке Белоснежка. Но это точно не Белоснежка, а вот это вот да, очень похоже. Итак, оружие. Не выходит из дома без револьвера, но редко пускает его в ход. Он предпочитает бить должников большим холостом и добивать ногами. В шоке. Я просто в шоке. Должник. Джейк Причет Вдовец. Проиграл на скачках большую сумму и не расплатился. Живёт один Причет. Это дурное дело, друзья. Ставки вот эти вот да ну нафиг. Соседи. Соседи слышали звон разбитого стекла и мужской крик. Заплатили, подохнешь. Итак. Первое, что мы с тобой видим. Первое, что мы с тобой делаем. То есть вот видим вот этого и этого. А вот он там бреется или что он там чистит зубки. Погоди. А тут у нас получается нет, но красные ботинки. Белоснежка, да? Секунду. Транспорт. Свой любимый гнёдый лошадки по кличке Белоснежка. Красный. Стоп. Так ты хочешь сказать, что Белоснежка, но а почему... А почему она так... Не понял. Не понял прикола. Ладно. Ладно, я понял. Отличие. У него, видишь, оружие, сапоги со шпорами. Вот что самое важное. А тут, видишь, шпоров нет. То есть... То есть вот это вот. Так, ну допустим, как было, как всё было. Вот он открывает. Вдовец, все дела, разбитое окно. Короче, первым делом, я так понимаю, он... Приезжает на своей лошадке, да? Подходит к двери. Вот. Дверь у нас, да? Ну, тут уже, конечно, последовательность надо сейчас быстренько сделать. Я так понимаю, он сразу разбивает окно. Нафиг. Нафиг. На. Плёточкой. Это такой, типа, а, что происходит? А, что там? И на. Начинается. Нет? Что-то не то, ребята. А может... Стой. Знаешь как? Погоди, 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 погоди. Во! Всё, отлично. Офигеть. Блин, капец. А, лейтенант мафии. Итак, всё. Мы теперь можем его наконец-то поймать. Но это завтра. Это завтра, друзья. И расследование... Офигеть, сколько осталось? Всего-то... Всего два, ребята. Всего два осталось. Боже мой. Боже мой. Ну, наконец-то. Ну, наконец-то. Сейчас там жёсткое, да, убийство. Боже, это самое жёсткое убийство. Я не хочу его пока расследовать, если честно. Ну, надо. Ну, надо потом будет. Блин, я так не хочу это делать, если честно. Здесь у нас тоже проблемы. Я не знаю почему, но что-то не сходится. Я не могу понять, что. Я уже тут всё, блин, облазил. Тут надо детективу прям добавлять. То есть, смотри, как мы делаем сейчас. Дела. Нет, 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 нет. Расследование. Наркотрафик, да? Да, детали. Десятка там, да? Кадры десять. Детективы. А детективов мало. Так что мы просто-напросто... Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Добавляем вот сюда. Вот. Самых лучших. Понимаешь? 390 этого... Так, вот так вот. Прям самых таких лучших. Всё. Вот самые лучшие тут работают, поэтому они должны уже найти. Там, по-моему, всего одного кадра не хватает, если честно. Всего одного кадра. Итак, день только что начался. Всё тихо, спокойно. И, конечно же, начинается. Сейчас будет... Виола Корли обратилась в полицию из-за молодой девушки, которая загорает на городском пляже полностью. Я пришла сюда вместо внуками, а здесь, раздвинув ноги, лежат до бесстыжения. Немедленно разберитесь. Итак, всего один полицейский. Ля, вот этот вот. Он задает... Смотри на его ухмывочек. Да, это точно для него. Давай, разберись, братан. Разберись. Посмотрим, что будет. Так, галерея. Владелица галереи, пожалуй, на ремонтника, который монтирует для него экспозицию. Я сделал ему замечание, посмотрел на меня, как настоящий серийный уби. Вот, знаешь, сейчас очень прикольно. Когда же мы поймаем этого дантиста? Я не представляю, когда он объявится. Потому что вот эти вот дурацкие уведомления, они прикольные, да. То, что можно их пропускать, можно ничего не делать. Просто расслабляешься такой, там, своими делишками делаешь, там, книгу, например, читаешь, там. Вот это, вот это. Нет, втулка туалетная, ребята, здесь. Ну, это, чтобы сморкаться, ребята. Да, то есть, естественно. А преступник поймал. Офицер не вредим. Ну, естественно, офицер не вредим. В больницу пришел здоровый мужчина, чтобы проведать Кристофера Роудса. Но его не пропустили, так как часы для посещения закончились. Мужчина... А, тут уже что-то серьезное все-таки. То есть я думал опять про дантиста, опять что-то... Ну, и... Ремонтник никому не угрожал. Я так и думал. Опа. На стокового брокера Джерма. Прямо в офисе напал недовольный клиент. Брокер. Давай, иди туда. Вперед. Напал недовольный клиент. Давай. В больнице. А, ну вот это другой профиль. Он вылитый дантист, уверенно медсестра. Повредил руку дрелью, когда что-то сверлил дома. Черт. Группа защитники природы забралась в магазин меха и начало... О, вот это уже серьезное дело, конечно. Да, я думаю, достаточно будет. Я думаю, достаточно будет. Кстати, иногда, если лучших офицеров можно вот туда вот отправить, то... Ну, с поддержкой SWAT, то можно спокойно задержать, но... Итак, подозреваемый арестован, но он все время сопровождается и требует пустить его проведать пациента. Это мой брат, он может не дожить до конца недели. Вести его под присмотром. Задание выполнено. Преступник... А, все равно преступник пойман, прикинь? То есть, мы его, как бы, под присмотром отвели... Как бы... Задание выполнено. Ну, такое. Нападение. Преступник пойман. Все отлично? Все шикарно? Опа! Так, из магазина выбегают покупатели и сотрудники. Охранник пытается вразумить митингующих. Филиси охранник. Ну, он нормально. Он один может хотя бы троих там задержать своим телом. Ох, сам сейчас, сам сейчас понимаю. Ребята, знаешь, какая такая фигня? Блин, пошла. Сейчас я тебе расскажу. Я вот болел две недели. Я, короче, на шоколад подсел. Капец, как на... И меня немножечко разбарабанило. Так еще и прыщи просто по всему. По всему. Как же это напрягает. Один из активистов бросает коктейль Молотова в разбитую витрину. Огонь мгновенно охватывает там шубы. Схватить одну из уцелевших шуб на подарок сестре. Вызвать пожарных и наброситься на активистов с дубинкой. Никому не двигаться. Или я с вас шкуру спущу. Вызвать пожарных. Задание выполнено. Ну, с дубинками. Даже не знаю. Если честно, я... Ребята. Ребята. Я на самом деле за то, чтобы животных не убивали. Понятное дело, что это, конечно, такое дело. Все-таки. Но, блин, кто меня послушает, да? Кто? Там шубы. Все в шубейках ходят. Поп-звезда Алана Моррис не может попасть на концертную площадку. Ее автобус окружили возбужденные поклонники. Менеджер певицы опасает, что фанаты разорвут ее на кусочки. Охранники не справляются. Блин. Ну, это, конечно, круто, но... Блин, надеюсь, сейчас ничего там... Оп. Тихо. А, это... Мужчина действительно повредил руку дома. Сходства с донтистом нет ни в профиле, ни в фанфас. Вообще, какое сходство, ребят? Какое сходство? У нас портрет какой-то вообще от балды, по-моему, написанный. Серьезно. То есть... Когда будет настоящий донтист, я не представляю, ребята. Я просто не могу представиться там. В общем, отлично. Денечек мы с тобой прожили. Не забудь, братишка, поставить лайк. Ну, что-то по-братски. Давай, бро. И не ленись. Все, гражданские невредимые. Преступники поймут. Какие преступники, блин, всего лишь фанаты, да? Ну, правда, разорвать могут певицу. Ой, у меня... Ой, блин, как у меня захрустела шея. Сука, 25 лет. 25 лет, пацаны. Не старейте. Это... Это ошибка. Это ошибка. Ни в коем случае, ребята. Так, сегодня без музычки какой-то такой. Хороший, шикарный. Ну, все. На покой нам надо. Ого. О, новых кадров не найдено. Пожалуйста, скажите, что есть новые кадры. В смысле? Серьезно? Все? А почему мы так долго работаем сегодня? Странно. Итак. В чем же тогда проблема? Как не найдено? Как не найдено? Ну, скажите, пожалуйста. Итак, последовательность. Сейчас. Давай мы с тобой еще раз все проверим. Федрика Латерца лично курирует каждую доставку своего товара в порту. Она никуда не выходит без двух телохранителей. Итак, вот. Это первый кадр. Это первый кадр. То есть мы теперь знаем, да, как она выглядит. Большое грузовое судно прибывает из Колумбии раз в две недели. Колумбия. Флаг. Я не знаю, какой флаг Колумбии. Вот какой флаг Колумбии, блин? Ну какой? Ой. Так. Как мне еще можно... Смотри, тут синее. Тут синее тоже судно. Оплата доставки. Федрика поднимается на борт судна и передает капитану деньги в свертке. В свертке. Свертка. А это свертка разве? Что это? Какой капитан, блин? Почему тут разные капитаны вообще? Так. Вот этот очень похож. Почему тут без очков? Мне кажется, что-то не... Вот что-то, мне кажется, не хватает, ребята. Ну вот что-то вот прям... Ну прям не хватает. Я не знаю, почему. Желтый контейнер. Почему? Почему? Я не понимаю. Я сразу так не... Почему? Боже мой. Простите, пожалуйста, ребята. Простите. Ну... Папуас. Хоть вырви глаз. Ты папуас. Давай, идем. Завершаем денечек. Блин, это пипец какой-то. Почему я так долго это делал? Я серьезно. Я, по-моему, где-то дней пять уже пытался это все сопоставить. Я думаю, ну как? Что? Не хватает? Казино. Рубинович. Мы не впускаем сумасшедших. Что у нас тут? Это потому, что я не поделился. Это я потому, что не поделился бабосиком. Прикинь? Поэтому такая фигня. Ладно. Тогда мы с тобой сейчас как делаем? Надо что-то такое. Бородин. Не, только не Бородин. Только не Бородин. Давай как-нибудь... Не-не-не. Стой. 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 Блин. Да уже загрузилось. Ваша доля. Ваша доля. Вот. Мы сейчас с тобой отдать 50%. И все. И все. Сейчас они обрадуются. Скажут, о, красавец. Молодец. Спецназ. Записано на стрижку. Да блин, она же сто процентов на стрижке. Это сто процентов. На миллион даже, я тебе скажу. Какая, блин, это? Она плюбасу сейчас на стрижечке. Я знаю, блин, таких. Ну, посмотри просто на эту дуру. Дуру, блин. А нет, смотри, она тут. Преступник. Ой. Дело закрыто. Уничтожить банду. 35 штук. Вы уничтожили эту банду. Уничтожено взять. Итак, смотрим дальше. Спецназ сейчас будет. И мы с тобой со спецназом пойдем. Мы пойдем со спецназом по полю вдвоем. Мы пойдем по полю сгонем. Блин, клевая. Клевая песня была. Я помню, батя слушал любые. Какого фига мне сейчас это стану? Ну, реально уже постарело. Закл... Ладно, что-то я сегодня на какие-то дурацкие шутки меня пробил. Вообще, жесть. Я разозлился от постоянного шуны. Господи, язык уже что-то не волочит. Ее муж Дерек пошел разбираться. Мужчины не... И тут происходит, смотри. И супруг миссис Лин получил дрелью в живот. Так, были слухи, что это ненормальные психушки. Боюсь, что так и есть. Ладно. Давай. Вперед. Дрель. Это значит маньяк. По-любому. Спецназ. Давайте. Ну, эти 100% сейчас арестуют его там. Я не знаю, сэндов стоит ли уничтожать. Они же, по идее, нам помогают. Но, если честно, это мне не нужно. Вот я тебе хочу сказать. Один раз. Один раз было такое, ребят. Там хоть камера... Ух, там камера записывает. Все отлично. Все записывается. Один раз такое было, ребята, что... Как тебе сказать? Пэм-пэ-рим, пэм-пэм. Что мне надо было... Ситуация... Отправляем. Женщина заметила школьников, которые забегают в телефонные будки и отрывают трубки у телефонов. Мне кажется, они соревнуются, кто больше отберет... Я помню, пацаны были в такие времена, когда мы, короче, с другом ходили и отклеивали значки от... Отрывали, отрывали, короче, от машин. Да, и у меня... У меня, короче, один был значок BMW. Серьезно, да. Это хулиганство, на самом деле... Как-то вот, ну... Блин, детская шалость, все дела, ты взрослеешь, понимаешь? Ну, ну что теперь? Но, блин, как же тому чуваку я представляю, блин, хреново. Мы сходили с отвертками. У кого-то Мерседесы были. Сейчас, слава богу, так никто не делает, потому что это глупо. Как-то это, на самом деле, уже так. Но тогда-то дело закрыто. Ой-ой-ой, нифига там, блин, прям целая цепочечка. Так, последний остался. Орсон Сен похитил бизнесмена Тимоти Уэйна. Продолжаем. Ну все, тут у нас самые лучшие работают. Мне на самом деле не особо нужны эти все. Премия. А ты знаешь, прикол, если посадить этого чувачка, то... Вот последний местный Сен до члена 15, два армата 3. Хорошо. Смотри, сколько уже полосочек. Красное, желтое. Преступник пойман. Берчим. Ну, представляешь, вот этот вот чувак, он с самого начала. С самого перди. И вот этот вот перч младший, он вообще был на таком... У него 10, по-моему, было. Всего десятка, прикинь. Семья пришла на пляж и заметила, что возле воды собралось несколько серферов, которые агрессивно сейчас подерутся. Блин. Блин. Стоит ли? Блин. Стоит ли? Блин, мне всего двое. Расследование началось. Итак, Орсен Сент крышует бизнес. Давай-ка мы с тобой расследование откроем. Детективы. И тут, конечно, мы с тобой самых лучших подключаем. Все, они быстро найдут похищение. Надо быстренько это... Как-то обработать! Мраза! Все! Где музыка? Где музыка? Что я постоянно первую включаю? Вон, там какие-то клевые. Fire in the brain. Блин, я, по-моему, одно и то же. Офигеть. Одно и то же включаю. Что за... Хоть бы что-нибудь новенькое. Многочисленные очевидцы сообщают, что в центре города столкнулись два больших черных джипа. Стрелять. О, это, конечно, такое. Давайте. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Полиция с друг... По глубокому песку. А серферы уже молотят друг друга досками. Стащить себе ботинки и бросить их нарушить. Чуваки, не ломайте доски. Серферы намазаны каким-то маслом. Они выскальзывают из рук копов и пытаются сбежать в воду вместе с досками. Парни, научите кататься на доске. Так, вот так вот делаем. Поступил новый выбор. Блин, тоже будем за ним еще там прыгать, бегать, блин. Две девушки возвращались из клуба, увидели на улице мужскую фигуру. Мы сразу же убежали, но вдруг он подкараулит еще кого-нибудь, волнуются девушки. Я уже понимаю, что это дело, наверное, не стоит свечи, но отправляем. Отправляем на всякий случай. Так, сейчас главное, чтобы кто-то освободился. Ну, у нас там пацанов сейчас дофига будет. Субаке одна осталось. 555 в ней там. А, на школьной истерике сообщил школьной. Сейчас, 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 начались паника. Ого! Офигеть, там что-то жесткое. Боже мой, я так и думал, я так и думал, а, ну, ну. Угадание выполнено. Офицеры, добыча автоматически. Попросить мафию продать. Лишь, надо делиться, конечно. Что-то с нашими папуасами. Я просто в последнее время себе очень много хапал. Да. Итак. Офигеть, спецназ, по-моему, в последний раз сейчас будет работать. Как я понимаю. Многоквартирный дом. Кенни Андерсон сообщил об убийстве. На улице стоял курящий пожилой мужчина, на котором подошли два молодых человека и попросили сигаретку. Мужчина ответил, что не курит, и тут же развязалась драка. Старик сразу успешно сумел отбиться от нападавшей, но один из них достал нож и воткнул мужчине в грудь. Парни тут же скрылись. Кажется, было уже поздно. Офигеть. Давайте, ребят. Из-за сигаретки какой-то сраный. Прикинь, твоя жизнь может стоить сигарету. Сука. Ну, сейчас, слава богу, все за ЗОЖ, как бы так. Почти все. Лучше не курить, конечно. Типа, не, я не курю. Красавчик. Конечно, ну, конечно, вот раньше, когда гопников было вообще дофига. Давай всех вообще пролом. Там, конечно, блин, там мы могли порыскать по карманам все дела. Все дела. О, похищение. Смотри, хорошо. Ну, кадров не найдено. Да, естественно, не найдено. Ситуация. Так. Рыжий мужчина, белая одежда, склонилась на те, что пытается с ним сделать. Убежала молодая женщина и сказала, что напавшие уже убежали. Но из них... Так. О-о-о-о. Все стены, коридоры второго этажа разрисованы странными символами. Больше всего рисунок, кажется, возле 205-й... Офигеть, это какие-то фанатики были. То есть рыжий вот этот мужик, это, наверное, тоже один из фанатов. Не, погоди, не-не-не-не-не. Что это за знаки были? Ну, это как... Не анархия, это... Фиг его поймешь. Так. Офигеть, у нас ни одного свободного. Вот наши хлопцы-хлопцы-цы. Стрельба, все, отлично, не вреди. Мы завершаем. Мы с тобой денек. Мне кажется, вообще все шикарно идет. Сэнда уже скоро мы накроем. День 80-й уже, пацаны. Офигеть, сколько всего прошло уже. Участница конкурса красоты сломала ногу. Ну? Да, все, три лайка. Все легко, все легко, ребята. Я просто никогда... Оп. Палец вниз не получал. Моя подруга врезалась на перекрестке в чью-то машину. И сейчас в жуткой панике. Можно отправиться на... Да можно, можно. Сам один мой брат. Поход. Мой брат отправился... В смысле? Блин, у вас всех один и тот же брат, что ли? Вы че, блин? Могли бы как-то, не знаю, заранее подговорить... О, смотри, просто каталог. Че? Ой, прошу прощения. Осенние мотивы. Не-не-не-не-не-не. Это печаль, грусть. Какие-то новые тут у нас есть. А у нас новые пришли, я так понимаю, да? Смотри. Так, погоди. Так, погоди. Давай че-нибудь новенькое. Конечно, блин, но... Take a work. Ну-ка, вперед. Надо новенькое что-то включать. А то, блин, совсем я офигел. Старье какое-то, блин. Так, все нормально с вебочкой. Более-менее. Так, ну шо, пацаны? Мэрия. Слот для детектива. Прибавка. Все. Завтра будет уже что-то хорошее. Биржа труда. У нас есть, конечно, там какие-то... Это что? Это кто? Фрэнк Дребин. Профессионализм. Что, блин, ему очки шел? Где мои деньги? Лубовский. Лебовский. Так. Старшая школа. Старшеквазница заперлась в кабинете химии и кричит, что сейчас смешает себе смертельный коктейль и выпьет его. Учителя боятся ломать дверь, потому что девочка и раньше отличалась нестабильным поведением. У меня какая-то несчастная любовь. Ну, подробности я не знаю. Сказал одноклассник девочке. Капец. Давай. Вместе. Блин, ну пацаны-то, конечно, янси, вот-вот, рот. Они-то знают о любви такой. Неразделенный такой. Конечно. Они сейчас все, блин. Там все проверят. Все у них... Ой, как надо. О! Аж зевнул, пацаны. Все, наелся и спит. Сейчас. Братишка будет спать. Как я спать захотел сразу. Я представил, почему-то жирный кусок пиццы. Почему-то. Все. Преступник пойман. Вот это преступники. Преступник пойман. Офицеры невредимые. Ну, конечно. Хорошо, хоть там на нас ничего... Там же можно что-то смешать. Ну, у нас в России, как ты сам знаешь, нифига нет. Джек, у нас намечается дело. В ломбард 1639. Мы не хотим, чтобы полиция все испортила. 1639. Ладно, запомни. Целых две тысячи, мужики. Да вы... Да я не знаю. Вы что, блин? Я, конечно, за две тысячи... Да за тысячи. За пятьсот. За сто. За пять баксов даже. Готов вообще-то. Короче, все. Пора Сэнда этого сраного прикрывать. Так. Что такое заигрывать с покупательницей? И просит ей показать документы. Иначе он не продаст ей бутылку вина. Он обратился в полицию, так как уверен, что паспорт у нее липовый. Ну, не может ей быть 35. Я этой жгучей красотке максимум 29 дам. Понятно. Короче... Сука. Боже, как же это... Испанский стыд. Испанский стыд. Он специально даже полицию позвонил, чтобы перед ней, типа... Офигеть. Боже, как же это... Ты совсем охренел, Сэнд. Ты... Ты просто офигел или что? Нет? 500 баксов он мне дает. 500, сука, баксов. И так... Вот это вот харчок просто мне... Вот что это? Поступил новый выбор. Вот, дело в ломбарде. Ну... Ладно. 2000, это хорошо. Это хорошо. Не, мы его скоро прикроем, ребята. Вы ничего не переживайте. Скоро, скоро, скоро! Все, Сэндов мы этих... Кстати, еще три есть. Прикинь. То есть игра, что ли, наполовину только пройдена? Или... Или че? А... Стронинка возражает, что у них правда цены, вещи, деньги. А... Да стоп, стоп. Стой. Погоди. Блин. Мне этого нет почему-то сейчас. По закрытию банка, здание подъехал в урон, из которого выскочивает три человека, мать. Задание выполнено. Кристофер, две баксы. Больница. Ну, тут надо приехать. Я так понимаю, здесь вот тоже три. 500 баксов! 500 баксов они дадут за то, что... А... Они ограбят банк. Вы че? Вы охренели? Два пожилых мужчины играют в карты на раздевание. Перди. Вот перди туда отправляй, давай. Она там разберется. Жесть. Просто жесть какая-то. Можно мне какую-нибудь композицию такую прикольную? Что вот это вот у нас такое? Дирт. Грязный чип. Грязный дешевый. А, стоп. Грязный дешевый был вроде. Грязный дешевый! Песня for... Господи! Набросится... Тихо, бежать. Набросит на него пальто и арестовать. Я победил! Ладно, хоть не писюном. То я уж испугался. Опа! Седой мужчина в комбинезоне уборщика пытается незаметно. На больничной каталке. Седание выполнено. Блин! Разочарование. Джек, мы знаем, зачем ты так поступил. Но надеемся, что у тебя было... В смысле? Какое разочарование? Ну-ка. Так, ладно, и отправляются. Погоди, не понял я нифига. Там было написано, что мы, типа, можем быть... Типа, не забывай, кто твои друзья. А нет, мы больше не друзья. То есть надо быстрее. Надо быстрее уже, блин, что-то делать. Офигеть. Так, это другие, получается. Это про банк. То есть, оказывается... Серьезно? Мужик в больнице? Это... Это дело Кристофера. Голос. Пойди, боже мой. Ну, они только банками там занимаются. Еще что-то проворачивают. Они как... Все. Завершить день, пацаны. Ну, что ж, друзья. О, как цена. Наконец-то. Я долго ждал. Войт. У меня мало времени, так что слушай. Он у нас, Джек. Дантист у нас. Ого. Поздравляю, Итан. Ну... Если честно, я не уверен, что это дантист. Но это совершенно точно тот, кто совершил все эти убийства во Фрибурге. И это молодая женщина. Подожди секунду, разве... Трупная, очень сильная женщина. Извини, Джек, мне пора. У нас тут брифинг. Но... Что-то тут не так, Джек. Кто-то водит нас за нос. Поговорим потом, ладно? Я почти успел забыть это чувство. Чувство когда-то осталось на обочине важных событий. Впрочем, я понимал, что пробудут в стороне недолго. Палмер тут ни при чем. Дантист или тот, кто его изображает. Это подарок, предназначавшийся мне. Просто его доставили не на тот адрес. И у меня есть догадка насчет того, кто так бережно упаковывал коробку. Слушай, а дантист это не... Не мэр? Точно? Как-то это не знаю даже. Ну что ж, друзья. На этом пока что все. И это круто. Это на самом деле круто, что оказывается дантист все-таки. Да. Ну что ж, друзья. На этом все. Бай-бай, дорогие братишки.